добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодняшний ролик будет очень короткий и в нем я постараюсь рассказать как не нужно как нельзя эксплуатировать 24 вольтовые батареи как известно аккумулятор это у нас одна банка грубо говоря двух вольтовая и чтобы получилось 24 вольтовая батарея который используется на большинстве грузовиков и спецтехники в частности используют либо 4 6 вольтовые либо 2 12 вольтовых батареи соединяет последовательно и в итоге у нас на выходе мы имеем 24 вольта основная ошибка и которая приводит к фатальным последствиям это я называю это разорванной батареи это когда на одну из батарей вешают 12 вольт всякого рода там магнитовые регистраторы рации ну и все прочее которая в итоге одну батарею высаживает для наглядности давайте посмотрим что у нас внутри батареи вот в этой батарее мы видим очень глубокую сульфатацию пластины покрыты толстым слоем сульфата это по всем банкам эта батарея у нас практически не сульфатированная сульфатация намного меньше но электролит у нас имеет уже потемнейший вид привезли мне их мне потому что с утра они стоят на чекмане с утра машина пытались завести машина стояла вот стоя около двух месяцев пытались завести но завести не смогли в итоге ее прикурили какое-то время она поработала и вот эту батарею привезли с такими показателями на этой батареи 74 процента емкости 46 заряда 830 ампер пусковой ток и нрц 1228 332 сопротивления миллиона на этой батареи вот на этой батареи сейчас прекрасно видно по завышенному нрц в каком режиме это батарея работала она показывает сто процентов емкости 98 заряда и 1028 ампер пускового тока но инерция почти 14 вольт и и сняли эти батареи сняли с машины с автомобиля и буквально там через в течение часа она уже появилась у меня сейчас я не буду снимать показатели потому что показатели вон и другие я уже начал отогревать эти батареи и все-таки решил записать этот ролик как предостережение для тех кто не прислушиваться к советам и рекомендациям кстати те клиенты которые прислушались моим советам и рекомендациям и поставили на свои большие грузы преобразователи 24 12 вольт они стали обращаться ко мне гораздо реже те кто пропускает эти рекомендации мимо ушей в итоге вот они опять у меня значит что касаемо плотности вот замере я делал при минус пяти градусов и вот такой получается разброс на просевший батареи до буквально четырех точек 116 но было показали был показатели 118 делаем поправку корректировку на температуру от наш корректировка от плюс 3 до минус 10 градусов отбиваем две точки от показаний вот такая плотность на этой батарее и вот такая плотность на этой по сути дела если бы на этой батареи не висела нагрузка при вот таком двухмесячном отстое на обоих батареях должна была быть плотность вот такая равнозначная но так как это батарея была высаженная мы имеем то что мы имеем данный момент вот в принципе и все что я хотел сказать по поводу эксплуатации батарея владельцем которые используют такой метод подключения стоит просто лишний раз задуматься батарейки стоят хороших денег кстати по поводу вот этих батареи батареи хочу сказать в минске именно вот кальций кальций неплохого качества вот эта партия она приобреталась в сентябре месяце по-моему сентябрь или октябрь насколько я помню я сам ездил на выбор этих батарей и они с привавка показывали очень неплохие результаты но проблема в том что я не нашел дату выпуска на этих батареях почему-то обычно дата выпуска печатается на стенке но нигде дата выпуска я не нашел и наклейки кого-то сомнительно приклеены с какими-то пузырями пупырями по характеристикам вроде батареи неплохие все лось лось на подделку вроде не похоже ну что же дорогие друзья на этом ролик буду подводить финалу хочу всем пожелать удачи на дорогах здоровья и всего самого наилучшего до встречи